На календаре пятница 28 июня в студии Алла Лайкова. Здравствуйте! Начнем выпуск с информации, которая взбудоражила всю Архангельскую область. В отношении начальника Коряжемской колонии номер 5 и его заместителя возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий, рассказывает Николай Третьяков. На оперативных кадрах сотрудники ФСБ задерживают руководителя пятой исправительной колонии. Следствие уверено, что с 2016 года он вместе со своим заместителем обеспечивал одному из осужденных особые условия. Арестант беспрепятственно получал на зоне любые продукты, включая спиртное, проживал в служебном помещении, имел средства связи, а также свободно принимал посетителей, несмотря на особую режимность объекта. В настоящий момент задержанные в ходе спецоперации высокопоставленные уфсиновцы отстранены от работы и отправлены под домашний арест. Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий по части 1 статьи 286 УК РФ. Вину в инкриминируемом им деянии обвиняемые полностью признали. Возложить осуществление контроля за нахождением обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенным судом запретов на федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по контролю и наздору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных Котловский филиал УИВ Синроссии по Архангельской области. В настоящий момент по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также на выявление иных эпизодов преступной деятельности указанных лиц. Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности представленных РУФСБ России по Архангельской области. Дело принято к производству вторым отделом по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и сфере экономики Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненинскому автономному округу. Кстати, пять лет назад экс-начальника этой же исправительной колонии Александра Гайшиница тоже судили, правда, за злоупотребление должностными полномочиями. Приговором Коряжинского суда в 2014 году ему было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. 27 июня страна праздновала День молодежи, не отставала от всех и Котлас. Праздничные мероприятия прошли вечером в городском парке. Тему продолжит Юлия Алабанова. Девчонки школы креативного танца Гоу задали бодрый и энергичный тон всем праздничным мероприятиям в парке. А их было немало. Гонки на радиоуправляемых машинках и соревнования по вождению велосипеда. Интерактивные площадки «Большой спорт», на которых даже девчонки с удовольствием бились подушками, бегали в мягких модулях, играли в крестики-нолики и гигафутбол. Молодежь от центра хорошо работает, подростки также участвуют в этом и всем нравится. Особенный интерес у подрастающего поколения вызвали интерактивные площадки фестиваля «Технофест». Ребята увлеченно строили бумажные города, лепили из теста растений и животных, конструировали автомобильные дороги и даже участвовали в опытах. Но поскольку у нас фестиваль технический, одно из направлений техники является химия, физика и все, что с ней связано. Поэтому мы решили сегодня показать ребятам простейшие фокусы, простейшие научные опыты, которые можно делать даже самим в домашних условиях, но при этом понимать те или иные процессы, происходящие в нашем мире. Здесь мы добываем радугу при помощи фонарика и обычного белого листа бумаги. Здесь просто загадка на сообразительность, почему два одинаковых яйца, но одно утонуло, а другое держится на поверхности воды. Сейчас спросим у ребят, вот как ты считаешь, почему одно яйцо утонуло, а другое держится на поверхности воды? Потому что в одном стакане есть соль, а в другом нет, и из-за этого меняется плотность воды. Какой ты умный. В каком ты классе учишься? В седьмой пойду. А вы уже изучаете физику, химию? Нет. Много читаешь? Нет. Откуда знаешь? Интернет? Да. Мальчишки помладше интересовались техникой, заинтересованно крутили винтики в двигателе, который уже отслужил свое. На технический фестиваль его принес Андрей Иванов. Тема, думаю, детям будет интересно, мальчикам. Потому что будет кот, а машина, уже будут что-то понимать, знать. Все равно интересно, нужно как-то развивать у детей. А эти ребята из подручных средств, картонных коробок и изоленты смастерили робота. Главный конструктор данного робота – это мой помощник-механик, грубо говоря. Делаем мы его пять дней где-то. Сейчас мне пристыше ходить в нем целый вечер. Надеюсь, все будет хорошо, я не запнусь, и дождь не пойдет. Буквально через полчаса Юрий Нозиков преобразился и уже забавлял детвору своим внешним видом. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы слышите меня? Да, да, да. А видите? Конечно. А вам удобно там? Очень. Крайне удобно. Крайне удобно? Конечно. А дети вас не смущают? Дети нет, люблю детей. Чувствую себя как космонавт на орбите. В этот день в парке все желающие могли стать участниками всевозможных мастер-классов и конкурсов. Кто-то приложил свои руки к созданию необычного арт-объекта, кто-то веселился у сцены. В общем, каждому нашлось занятие по душе. Интересно очень все. Происходят определенные коллаборации какие-то, люди интересные стоят там, балуются во что-то. Вот, интересно смотреть, наблюдать. Народу много сегодня, отдыхают много. После работы отдохнут люди, расслабятся. В принципе, хорошо сегодня. Очень много площадок, песни, танцы. Здорово очень. Сейчас мы ждем битвы между ведущими. Мы будем болеть за одного мальчика, который здесь участвует. Поэтому очень ждем и надеемся, что он выиграет. Меня зовут Ян, я из Устьян. И 21-летний уроженец Устьян, студент КМТ, будущий фельдшер Ян Заторский оправдал ожидания девчонок. Своим соперницам по битве ведущих Елене и Полине он не оставил ни единого шанса, показав просто феноменальные речевые способности в произношении скороговорок, но и в других испытаниях слова. Кстати, победу Яну обеспечили зрители, поддержав его большинством голосов. Что ж, такого обаятельного и красноречивого парня мы не могли не пригласить к себе на Котлас ТВ. Так что, возможно, в скором времени вы увидите Яна в роли ведущего полицейских сводок. Мы еле-еле, 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 да еле. Ого! В кульминации праздника на сцене появилась Анна Пушкина, директор молодежного центра. Она вручила котласской семье Верещагинах диплом за участие в региональном конкурсе «Лучшая семья Архангельской области». У нас трое детей, трое мальчиков. И, в принципе, они уже такие взрослые, самостоятельные уже стали. Старший у нас уже фактически самостоятельный. Он сейчас проходит службу в Важенных силах Советской Армии в городе Ржеве, космические войска. Средний у нас перешел в 11 класс, как бы сейчас учится в пятой школе. И младший, вот у нас гордость наша, как бы, в принципе, он у нас отличник. Ни одной даже четверки нет у него. То есть, все надежды на него, на золотую медальку будем надеяться. Какие у тебя родители вообще? Расскажи про родителей своих. Ну, они добрые, заботливые. Всегда помогают, это главное. Справедливые? Да. Всю жизнь старались, воспитывали, растили. Ну, пожелаете другим семьям тоже участвовать в таких конкурсах? Да, конечно, в таких конкурсах. Обязательно принимать участие, выигрывать. Всем удачи. В финале праздничного вечера своим концертом зрителей порадовала сыктывкарская группа «Лайм». Ну, а завершился праздник пенной дискотекой. Мероприятия, посвященные Дню молодежи, пройдут в Котласе в воскресенье 30 июня. Организаторы постарались сформировать программу праздника так, чтобы она была интересна разной аудитории. Конкурсы водителей, футбольный турнир, семейная программа в парке и даже прогулка с врачом. В общем, сходить и посмотреть будет на что. Так, в этот день в 11 утра на площади Советов начнется конкурс профессионального мастерства среди водителей «Автопрофи». Это детище Котласского отделения ДСААФ. Год назад они с успехом провели первое такое мероприятие. И в этом году решили его повторить. Участником конкурса «Автопрофи» может стать любой житель города. Конечно, если у него есть водительское удостоверение на управление автомобилем. Кстати, в этом году номинаций будет несколько. А потому поучаствовать в конкурсе приглашаются и мотоциклисты, и скутеристы. Узнать подробную информацию, а также заявиться на конкурс водителей можно у организатора. Председателя Котласского отделения ДСАФ России Ивана Мережина. Его номер сейчас на экранах. В 15 часов на футбольном поле «Мастер» стартует открытый чемпионат города по футболу среди мужских команд 7 на 7. На участие в нем уже заявились 14 команд. Тем, кто еще не успел подать заявку, самое время это сделать. До 28 июня их принимает главный судья соревнований Сергей Гладышев. В городском парке 30 июня с 16 до 20 часов пройдет развлекательная программа «Всей семьей в парк». Это интерактивная игровая программа от нашего гостя, северодвинца Константина Казацкого. Так что приходите, будет весело и интересно. А сейчас расскажем о том, какие мероприятия ждут жителей и гостей поселка Вычегодский в субботу 29 июня, в день, когда поселок будет отмечать свой 70-летний юбилей. Праздничные торжества, посвященные знаменательной дате, начнутся уже в пятницу 28 июня. В 10 часов утра у Вычегодского дома культуры развернется выставка-ярмарка «Вычегодский торжок». Свои товары на ней представят лучшие мастера Котласа и района. В этот же день старт юбилейным мероприятиям даст торжественный концерт «Славные люди Вычегодского». По названию понятно, что в зале соберутся те, кто стоял у истоков поселка, и те, кто сегодня трудится на его благо. В субботу 29 июня день Вычегодского начнется спортивно. В 10 часов утра свела пробега по Слудской дороге. Одновременно на территории Дома физкультуры стартуют сразу два вида состязаний – по городошному спорту и стритболу. Позже здесь пройдут еще несколько турниров по мини-футболу и пляжному волейболу. На площади перед Вычегодским ДК в 10.00 начнется детский праздник «Ура! Зажигай детвора». А в парковой зоне в 12.30 – игровая программа «В поисках белок». Одновременно здесь выступит духовой оркестр и танцевальный коллектив «Ностальгия». В 13.00 на зеленой зоне начнется праздник народного творчества «Вычегодские забавы». А на площади в 14.00 зрители увидят показательное выступление кинологического клуба «Нордфауна». Концертная программа «Праздник нашего поселка» стартует в 15.00. Затем в 16.00 по центральной улице Вычегодского пройдет шествие коллективов поселка, которое завершит торжественная программа «Время вперед». В 6.00 вечера в парковой зоне пройдет вечер бардовской песни, а на площади перед Вычегодским ДК – фестиваль уличного танца «Ритм энд ко». После всех жителей гостей поселка ждет танцевально-развлекательная программа «Люблю тебя, поселок мой». Завершится 70-й день рождения Вычегодского праздничной дискотекой под открытым небом. Далее смотрите наш специальный проект об истории поселка Вычегодский. После вас ждет небольшой блок полезной потребительской информации, прогноз погоды с Кристиной Леонтьевой и афиши культурных мероприятий. Удачных вам выходных! Увидимся! Для освоения природных богатств Севера, Ухтинского газа, Воркутинского угля и леса 20 октября 1937 года Совнарком СССР принял решение о строительстве магистрали Коныша-Воркута. Предполагалось, что железная дорога появится к 1 декабря 1945 года, но война ускорила планы. Страна остро нуждалась в угле, и сквозное движение до станции Воркута открыли уже в декабре 1941 года. Таких темпов строительства железных дорог мировая практика еще не знала. В нечеловеческих условиях люди выполняли сверхнормативные планы. Многим это стоило жизни. Отрывок из песни типа есть, что дорога построена быстро, дорога равна и глотка, но сколько костей заключенных дорога с собой внесла. В связи со строительством железной дороги встал вопрос о строительстве железнодорожной станции, способной перерабатывать большой поток грузов. Первоначально выбранное место в районе Болтинки оказалось заболоченным. Летом 1942 года провели новые изыскательские работы и решили строить большой железнодорожный узел, станцию и ремонтную базу для грузовых локомотивов и вагонов на разъезде Осиевский. Узел был тогда на станции Чаремуха. Здесь шло строительство. Там был узел, паровозное депо было, вагонный участок был, дистанция пути была. На скорую руку, так скажем, положены насыпи, проложены пути. Скорость движения поездов, когда поезда уже пошли, вот это 1941-1942 год, 15-20 км в час движение грузового поезда. Даже с фронта поснимали, кто имел специальность машиниста, поснимали и отправили на станцию Чаремуха. Первый состав ушел на север через станцию Сальвычегодск в начале 40-х годов. Таким образом, поселок, впоследствии получивший название Вычегодский, обозначился еще в это время. Кстати, земли, на которых он вырос, много десятилетий принадлежали колхозу в деревне Слуда. Тогда эта территория была частью Сальвычегодского района. Крестьян на собраниях убеждали, что во благо страны для строительства железнодорожных предприятий и поселка они должны отказаться от земельных наделов. Земли, на которых стоит поселок, станция, депо вагонное, локомотивное, это все были сельхозугодия деревни Слуда. Ну, различные сельхозугодия. Пастбища, сенокосы, лесные угодия. Значит, и вот имеются протоколы крестьян, колхозников, которые отдали с Северопечорской дороге эти земли под развитие станции всего. То есть на землях крестьян и существует поселок Вычегодский. Возводили железную дорогу и сам поселок Вычегодский заключенные. На территории было несколько зон. Самая большая в народе называлась третья колонна. Высокий забор из ошкуренных бревен, опутанный колючей проволокой со смотровыми вышками, стоял по периметру. Еще одна большая колония находилась на станции Лименда. Две, мужская и женская, на улице Осеевской. На Осеевке колонна стояла, вторая колония была. Оттуда людей, заключенных водили сюда и строили жилой поселок. Жилой поселок, административные здания. В 1944 году уже был построен стройдвор, пекарня была построена. Там какие-то административные были для охраны, пожарное депо, клуб. В лагерях было много осужденных по 58-й статье «Враг народа». Это были образованные и талантливые люди. Старожилы помнят, как рано утром их вели строем конвоиры на работу. Иногда процессию сопровождали собаки. Кстати, несмотря на голод и тяжелый труд, на одной из зон заключенные организовали баскетбольную площадку. Был за колючей проволокой и свой театр. Артисты-узники показывали постановки перед жителями поселка. Иногда выезжали в соседние населенные пункты. Надежда Кузнецова всю жизнь прожила в деревне Слуда. Рождение Вычегодского происходило на ее глазах. Она вспоминает, как в середине 40-х годов парни и девчонки из близлежащих населенных пунктов бегали в поселок на концерты духового оркестра, организованного поволжскими немцами. Во время войны они были отправлены на север на принудительные работы. Сохранилось даже фото оркестрантов. Они сделали площадку, вот где раньше была комбаза. И вот этот оркестр играл там. А вечером, знаете, как все разносилось? И наши девочки, вот ее сестра, с 25-24 года по 16-18 лет, они бегали туда на танцы. А потом, как, наверное, понравились наши девки-то, они со своим оркестром вот приходили на угоры нам играть. И, наверное, трое или четверо, и вышли за этих немцев. Именно немцы строили первые поселковые дома, в том числе и эти на улице Крупской. Кстати, первое название улицы – Березовая. Разводили строение трудармейцы очень бережно, стараясь сохранить как можно больше деревьев. Педантичный немецкий подход можно наблюдать и сейчас. То, что это, вот видите, зеленая зона, она сохранилась. Я считаю, что они так бережно строили. Этим отличаются, да, аккуратные домики, и они стоят, и люди в них живут. Начинался поселок у ручья Березового. Здесь стояли казармы для охраны и стройдвор. А первый жилой дом был построен в 1944 году у ручья Гремучево. Там, где сейчас Энгельса 27. Правда, совсем недавно деревянный раритет сгорел. Строительство шло очень быстро. К началу 1949 года в поселке проживало приблизительно полторы тысячи человек. Но название он все еще не имел. А именовался как Желдорлак. И вот 14 июня 1949 года вышел указ Президиума Верховного Совета РСФСР об отнесении населенного пункта при железнодорожной станции Сальвычегод с категорией рабочих поселков с наименованием Вычегодский по названию реки Вычигда. Руководство Котласа в виде перспективы развития большой сортировочной станции неоднократно ходатайствовало перед исполкомом областного совета о включении в городскую черту станции, что впоследствии и было сделано. Первыми поселенцами станционного поселка стали заключенные строители и охрана. После того, как в середине 50-х лагеря железнодорожного строительства начали расформировать, многие остались в поселке и устроились на работу в строительно-монтажные поезда. Со всего Советского Союза по направлению приезжали сюда и железнодорожники, так что Вычегодский того времени по праву можно назвать поселком приезжих людей. Как раньше, вот помню, идешь, например, даже по поселку, железнодорожная форма, это в порядке вещей, да, так идете, очень часто встречаешь, когда идешь в железнодорожную форму, встречаются машинисты, идут они парами, там, например, машинисты-помощник, да, а раньше еще были, когда машинист, помощник, кочегар, они вот с поездки идут, грязные, в мазу эти паровозы когда были. 25-30 минут утром физзарядка обязательно никогда не пропускаю. Николай Федорович Гулякин родился в Тамбовской области. В Вычегодский приехал с дипломом Мичуринского железнодорожного училища. Никакой работы не боялся, а характер закалил еще во время войны мальчишкой. Работал в колхозе за десятерых. Это был настоящий трудовой подвиг. Профессиональных подвигов Николай Федорович тоже совершил немало, почти 40 лет отработав машинистом. Он ударник сталинского призыва, лучший машинист тепловоза, почетный железнодорожник, почетный житель Котласа. С 45-го года, радость, я поступил в медицинский техникум. В городской сайт пошел, в день железнодорожников. Ну, смотрелся, как празднует хорошо. Потянул, на вокзал пошел. Фу, какой пахтик паровоз, да сколько за собой. И вот у меня так заело, буду машинистом и все. Для машинистов и их помощников в поселке строились элитные по тем временам домики по финской технологии. Всего за год в микрорайоне, который знаменит как Шанхай, возвели 21 такой дом. Есть даже легенда относительно этого китайского уголка на русском севере. Вот видите крышу дома. Кто-то говорит, что предположительно, что первый домик когда-то был построен здесь, шанхайский. Почему Шанхай? Ну, потому что сказали, что построил его кореец. Но его все звали китаец. Ну и как Шанхай, Шанхай. Поселок железнодорожников строился очень быстро. Вместо пустырей росли жилые дома, садики, магазины, школы, пекарня, больница, пожарная часть. Все основные здания, социальные и промышленные объекты были возведены за первые 10 лет. Развивалась и сама станция. История станции у нас начинается с 30 октября 1948 года. Она начиналась с двух приемо-отправочных и шесть сортировочных путей. Самый большой объем выполненных работ по реконструкции станции происходил в 60-е годы. То есть была внедрена и спроектирована сортировочная горка. На сегодняшний день станция является важнейшей участковой станцией сети. То есть по итогам работы 2018 года, ну и первого квартала 2019 года, станция отработала с ростом объема перевозок на 17%. То есть ежесуточно станция пропускает более 4000 вагонов потока и перерабатываем 1500 вагонов на сортировочной горке. Вот так выглядела станция Сальвичегодск в 1948 году. А сегодня ее сердце – пост электрической централизации, в котором располагается комплекс технических средств для управления движением поездов и маневровых единиц. Круглосуточно на этом посту несут вахту дежурные по станции. Если в жизни полосы то белые, то черные, то на пульт табло дежурного они то белые, то красные. У меня станция уменьшена в масштабе. Тут конкретно прописаны все парки, все пути, все стрелочные переводы. Ну, в качестве примера, вот, пожалуйста, Северный парк, если ячеечки красненькие, там находится поезд, белая полоса на пульт управления, это говорит о том, что маршрут готов. Если вы считаете, что в вашем коллективе слишком много разговоров, значит вы не были в кабинете дежурных по станции. Они наперебой отдают команды, смена длится 12 часов в сутки. По регламенту переговоров держат связь с машинистами, составителями поездов, дежурными по парку. Наша основная функция и обязанность это прием отправления поездов, безопасное движение поездов, отправление графиком, чтобы все уходило, и также в основном маневровая работа. Основная задача станции Сальвичегодск – расформировать и формировать поезда. Для этого в 60-х годах здесь отсыпали сортировочную горку. С нее, по законам физики, вагоны сами скатываются в нужное направление. Правда, скорость вагонов и направление движения регулируют люди. 12-й, 1-й, 15-й, 1-й, 12-й. Потому как работает сортировочная горка, судят о том, как работает вся дорога. Поэтому на должность дежурных подбирают людей, которые умеют оперативно принимать решения, а главное – нести ответственность за сделанный выбор. Ведь если раньше во всем был виноват стрелочник, то после автоматизации производства, в ответе за все происшествия, дежурный по сортировочной горке. Прибывают с различных станций, с различных назначений поезда, и нам надо их расформировать. Если невнимательно работать, можно вагон чужой поставить, например, в другой поезд. Никто назначение может. Назначение было на север, а уедет куда-нибудь, например, на юг или на запад. Сальвичегодское территориальное управление – это целый комплекс предприятий, в их числе эксплуатационное локомотивное депо, дистанция пути, сигнализация, централизация, блокировки связи, электроснабжение гражданских сооружений и другие. В Ичигодском находится территориальный центр управления Сальвичегодского региона Северной железной дороги. Кстати, о работе сальвичегодских железнодорожников знают во всем мире. Телеканал National Geographic снимал в эксплуатационном депо одну из серий фильма о самых тяжелых профессиях России. Главную роль машиниста-тепловоза сыграл голливудский актер, звезда блокбастеров Костолом, карты, деньги, два ствола, большой куш – Винни Джонс. Его напарником по фильму стал реальный работник депо Эдуард Суров. Мне понравилось принимать участие вообще во съемках. То есть в этом проекте я почувствовал себя как-то несколько с другой стороны. То есть я никогда не принимал участие в таких глобальных проектах. День железнодорожника, пожалуй, главный праздник левочегодцев. Ежегодно в первое воскресенье августа на площади перед Домом культуры собираются жители поселка. Все вместе от мала до велика отмечают профессиональную дату. Для многих она является и семейным торжеством. В сальвичегодском отделении 27 железнодорожных династий. Например, Василий и Надежда Ашурковы отработали на Северной дороге каждый почти по полвека. То есть на двоих почти 100 лет. Раньше же все вручную, все вручную. Тяжело. Одна эта шпала-подбойка 32 килограмма весит. Ее нужно поднять, переставить, а она же еще вибрирует. В современной Вычегодске это более 12 тысяч человек. Процентов 80 трудоспособного населения работают на железной дороге. Опыт ветеранов отрасли перенимают их дети и внуки. И наверняка даже правнуки, когда вырастут, обязательно подхватят трудовые традиции поселка, который так и называется поселок железнодорожников. Здесь нравится чистый поселок. Много зелени. Люди приветливые. Не знаю, я его люблю просто. От чистого сердца. Потому что тут железнодорожники, люди такие ответственные все, не шумно. За то, что он как бы небольшой, отличается от разных городов. И тут практически невозможно потеряться. Я люблю поселок, потому что я тут родилась, тут живут мама, папа, бабушка. За что мы любим наш поселок? За то, что он просто есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вопрос со шторами, карнизами решит в один момент салон-магазин «Акцент». Пошив штор, выезд дизайнера, карнизы, фурнитуры. Салон штор «Акцент», ТЦ «Кристалл», второй этаж. В сети шикарные двери «Акция». Две двери покупаешь, третью в подарок получаешь. Не пропустите глобальную распродажу. Шикарные двери в Котласе на Толстого 2, Маяковского 44, в ТЦ «Южной» и в Коряжме на Дыбцина 2. Открывайте с любовью. Здравствуйте! С вами Кристина Леонтьева, и я расскажу вам о погоде на ближайшие три дня. Спонсор нашего метеовыпуска – мебельный салон «Добрый день». Изготовление мебели для любого пространства вашего дома по индивидуальным размерам. Разработаем, изготовим, установим. Салон «Добрый день», корпусная и мягкая мебель, кухни, прихожие и детские. Все сделаем по вашим размерам. Бесплатный проект в 3D, качественная фурнитура и материалы, грамотные консультации. Большие скидки на выставочные образцы, а при заказе скидки от 10%. Рассрочка от магазина, кредит. «Добрый день», ваша идея, наша работа. Котлас, Невского 38, торговый центр «Невский», второй этаж. В субботу 29 июня нас ждет пасмурная и дождливая погода. Температура воздуха днем до плюс 18 градусов. Ветер восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Переменная облачность и дождь будут наблюдаться в воскресенье 30 июня. Температура воздуха немного понизится. Днем до плюс 16 градусов. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. В первый рабочий день в понедельник в Котласе ожидается небольшая облачность. Возможен дождь. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов. Ветер южный 3 метра в секунду. Сохранится низкое атмосферное давление. А у меня на сегодня все. Увидимся на телеканале Котлас ТВ. Вас ждет множество соревнований, конкурсов и забав. А также интерактивная игровая программа от Северодвинца, руководителя поморских игр Константина Казацкого. Будут работать аттракционы «Зоопарк», «Веревочный парк», «Лабиринт приключений». Так что приходите, будет весело и интересно. Каждый из вас проведет на безлюдном острове 3 дня и 3 ночи. Отличное место для самоанализа. Ты живешь здесь? Хоть имя свое скажи! Не отходи от огня. Что тут происходит? Не оставляй меня. А мы здесь не одни. Что ты наделал? График отключения жилых домов в Котласе от горячего водоснабжения для проведения ремонтных работ. Центр города, который обслуживает Южная котельная номер 1, будет отключен с 1 по 14 июля. Это улицы 28 Невельской дивизии, 70 лет Октября, Дзержинского, Калинина, Кедрова, Кузнецова, Ленина, Майковского, Мелентьева, Невского, Толстого, Арджинкидзе, переулок Чкалова и проспект Мира. Также в этот период горячей воды не будет в домах по Виноградово-2 и Кирово-71. Также с 1 по 14 июля от горячего водоснабжения будут отключены дома, которые обслуживает котельная Сальвичегодского участка дирекции по тепловодоснабжению. Это Ленина-73, Кирово-70, Флигель-1, Володарского-2, 3 и 5а, Гагарина-26, 33, 39а и 41а, 7 съезда советов 72 и 74, Куйбышева-8, Октябрьская-31 и 38. С 8 по 21 июля от горячего водоснабжения будет отключен микрорайон ДОК. Это улицы Ермакова, Красносельская, Менделеева, Салтыкова-Щедрина, Спартака, Ульяны Громовой. С 22 июля по 4 августа горячей воды не будет в домах по улицам Вавилова, Герцена, Горького, Заводская, Заполярная, Кронштадтская, Садовая, Советская, Спортивная, Суворова, Угольная, Ушакова и Чернышевского. С 5 по 18 августа от горячего водоснабжения отключат дома по улицам Виноградова и Мартимьяновская. График отключения жилых домов поселка Вычегодский от горячего водоснабжения для проведения ремонтных работ. С 1 по 14 июля горячей воды не будет в домах номер 55, 57, 57А, 58, 62, 64 по улице Ленина. В домах номер 73 и 75 по улице Энлиса, номер 1 и 3 по улице Серегина, в доме номер 6А по улице Загородная, на Ульянова 33А и Театральной 7А. С 15 по 28 июля от горячего водоснабжения отключат дома по Парковой 4, Крупской 6, Ленина 2 и 16А, Ульянова 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15А и Ульянова 29, по Загородной 1, 2 и 3, Фурманово 12, а также по улице 8 марта 10 и 11. Друзья, 6 июля, не уезжайте на дачу, ждем всех на Мотокросс. Субтитры создавал DimaTorzok